всем привет друзья с вами иорна сегодня играем на тестовом сироки и будем проходить новые чп которые недавно запустили ну буквально утром после отката называется туманная долина будем читать вор а также разбирать награды потому что пересмотрели их полностью теперь все зависит от того какую главу компанию вы прошли чем дальше вы прошли тем больше наград я так понимаю вы получите ну а дополнительные награды тоже разделились так что смотрите видос до конца и забегая наперед скажу что ровно через там полчаса начнутся на тестом сироки технические работы которые пройдут в течение двух часов зальют патчноут 144 там просто глобальное обновление и вообще чекайте ссылки в описании данного видеоролика там и ссылка на группу вк в ней я полностью опубликовал перевод данного обновления обязательно ознакомьтесь ну или зайдите в сообщество моего канала youtube там тоже полное описание их будет новый герой громил так что разработчики взялись за громил после этого обновления все подробно с вами будем разбирать ну а теперь переходим к чп и кстати поздравьте я прошел 29 главу сегодня буквально утром 2960 было потненько ну я прошел своими силами кстати давайте просто покажу какую пачку я использовал чтобы потом возможно она вам пригодится в первой линии это тази и твины позади фара рован и эйрон вообще без проблем закатал в общем дойдете и эту пачку примените так что все герои вкачает одних и тех же правда кто-то делает упор на других но потом рано или поздно вы поймете что вы делаете полную ошибку хотя кто-то играет через каждую фракцию какую хочет туманная долина и для начала давайте посмотрим награды первая награда на выбор что здесь если вы прошли 17 главу то возможно вы возьмете какую-то из этих трех наград а также возможно вы получите все три я еще не проходил и вообще не знаю как эти награды буду выбирать если вы закрыли 19 главу тоже награда другая 21 3 а если закрываете 23 то тут можно получить первый сундук камушки мифты 1 2 мифты 2 а также по и коины ну и по аналогии дальше 25 27 за 29 непонятно награда героя видимо какого-то героя можем будет взять и 31 но 31 я еще не прошел поэтому есть чему стремиться и дополнительные награды бронза серебро и золото бронза мы получаем ресурсы серебро тут шарды фиолетовые синие золото куча по и коинов ну в принципе все эти ресурсы однозначно пригодятся так что сейчас будем читать проходить и потом посмотрим какие награды мы сможем взять и что здесь написано из-за необычных приливов в этом регионе мало кто видел туманную долину своими глазами долина проявляется лишь когда море отступает из-за странные магнитные аномалии приливы здесь нерегулярны и у тех кто желает исследовать долину всегда есть лишь очень небольшой запас времени буконьеры или браконьеры наверное опечатка решили поставить нерегулярные приливы и туман себе на службу и сделали это место своим главным логовом чтобы хранить здесь награбленное они считали что только безумцы могут решиться проникнуть в эту коварную долину видимо мы безумцы и давайте будем безумны залетаем и будем проходить я еще даже не видел что там так какие-то ворота смотрите карта я так понимаю немаленькая то есть дальше 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 надо будет проходить вверх через ворота ну ладно давайте приступим и какие то есть порталы а еще есть помощь помощь получена помощь оказана непонятно так ну ладно давайте по ходу будем разбираться и кучу кучу каких-то порталов и финальный сундук окей уже интересно однозначно интересно так а смотрите тут надо одержать победу за 30 секунд на золото потом на серебро с носителями света в построении и одержать просто победу а попросить помощи это типа у друзей за 100 кристаллов прикольно ну да всего противника сильнее а если поставить четыре героя в команду носителей света это будет очень сложно ладно давайте пытаться разносить эту команду врага посмотрим что из этого выйдет так о чем я тут шамира делать подождите шамира тут нафиг не нужно давайте поставим стандартную мою расстановочку хотя бы постараемся вынести эту команду а потом будем уже смотреть что с ней делать дальше он у меня тут просто разносят конечно лика погибла но там нара вытянула контроль от азии за 30 секунд я не знаю даже сможем мы победить нет но в принципе должны если нару сейчас хлопнем быстренько есть успели вуаля смотрите за 30 секунд так и одержать победу с четырьмя героями носителями света в построении ну ладно что давайте пытаться так первые ворота мы открыли а если мы на золото выполняем мы забираем вот эту награду ok прикольно так теперь надо открыть вот эти ворота чтобы пройти дальше четыре героя в построении носителя света это конечно будет жестко но и рона оставим однозначно давайте поставим люция поставим фокса розу и постараемся вот такой вот команды вынести что из этого выйдет хрен узнает запускаем ой что-то меня короче разматывают вроде жестко так тейна похоронили убираем один один очень опасный противник ну и рон на высоте красавелла просто смотрите какой разнос да мы должны победить добиваем нару отлично и остался кельту все до свидания даже уложились за 34 секунды да и рон тут набожил конечно если у вас нету хорошо прокачанных героев сложно будет но я думаю что в принципе пройти можно будет попросить помощи друга к примеру так что тут за пачка тут пачка громил тут надо также одержать победу одержите победу с четырьмя громилами в построении и одержите победу с аноки и с креком в построении но аноки у меня вроде есть и в принципе я думаю что без проблем я золото тут тоже на втором этапе закрою так тут историю боев или помощь другом давайте смотреть каждый этап чтобы понимать вообще что нас ожидает в дальнейшем так одержите победу с четырьмя лесными жителями первые бронзу читать не буду там просто стандартная победа золото одержите победу с героями 5 разных фракций в построении ну третий этап я тоже закрою 4 одержите победу с четырьмя могила рожденными это легко и одержите победу с хазардом и сейруса в построении это тоже легко так жестко это что-то будет одержите победу с построением в котором будет только небожители демоны и герой из других измерений офигеть ну в принципе изи же я поставлю от али от вины у меня есть и еще из других измерений артура я собрал ну да можно затащить и золото не используйте особой способности более двух раз за битву это при том что тут аноки и ирон софушка и 2 сатраны вы чё издеваетесь что ли так этот этап уже будет бодрее следующий одержите победу с четырьмя носителями света и одержите победу не потеряв ни одного героя это тоже в принципе легко следующие одержите победу с четырьмя громилами и одержите победу с форой и ульмусом в построении но флору можно в принципе поставить тут же написано что она должна быть жива да пока она летает ее никто не убьет ульмус меня не прокачан и я не посмотрел наемников здесь можно использовать интересно или нет в следующем этапе посмотрим так следующий одержите победу с четырьмя лесными жителями в построении и одержите победу без магов или бойцов поддержки в построении то есть надо ставить только танков или ловкачей то есть типа рована твинов и тази сюда не поставить ну нормально ирон всех затащит с фарой так одержите победу с четырьмя маги вырожденными в построении одержите победу со скриатом и на место в построении это тоже легко но вот там был самый жесткий где надо два раза использовать ульту всего лишь за бой а также если вы используете небесных подземных и пространственных так извините за звук у меня тут сосед опять что-то сверлить следующее одержите победу с построением в котором будет только небожители демоны и герои из других измерений опять и выиграйте битву за 40 секунд но мы уже это проходили битву за 40 секунд выиграть можно так начинается самое веселье тут одержите победу с пятью носителями света при том что здесь опять маги вырожденные как первом этапе и не используйте особые способности более пяти раз за битву но это нормально они как два раза да так следующий этап надо пять граммил поставить потом поставить вашу команду одержать победу с накоруру и юкио то есть если у меня юкио нету я этот этап не пройду но надо будет здесь просить о помощи однозначно но это бредятину вообще полную добавлять сюда героя которого можно купить только за донат одержите победу с лесными жителями и одолеть одним героем трех противников кроме призванных существ за бой это как это то есть одним героем трех противников а мы должны допустим и ирончиком убить трех героев этой команды но это тоже можно сделать так 5 магиорожденных надо поставить построению и также одержать победу с мезотом и регби в одной команде одержите победу с построением в котором будет только небожители демона опять и другие измерения и одолеть и вражеском героя за 12 секунд брутуса за 12 секунд ну то есть сюда надо будет однозначно поставить фокса чтобы он ну просто скинул вот это бессмертие брутуса и вы его добили потому что за 12 секунд иначе я не вижу никак тази будет прыгать и вы ее не убьете ну капец 4 брутуса и тази они придумали задачу это какая-то жесть одержите победу с пятью героями носителями света и одержите победу без разбойников или воинов построение то есть без ловкачей и героев на силу но это можно тоже сделать это не проблема одержите победу с пятью героями громил также золото торном и изабелла в построении это тоже легко так и финишная прямая этапов очень много 5 лесных жителей в построении надо чтобы одержать победу и одержите победу не потеряв ни одного героя этот тоже легко и 2 остались последние тут надо поставить 5 маги врожденных и поставить дэймона и шимиру в одно построение до дэймона у меня пока нет на тестовом серваке и последний этап одержите победу в построении опять с небожительными демонами и других измерений и одержите победу с героями 5 разных фракций в построении и тут 2 укуна аталия и фора но 4 брутуса и тази это конечно капец в общем однозначно друзья будет сложно однозначно этапы бодренькие но теперь давайте посмотрим финальный сундук и для начала наверно прочитаем правило тут написано что здесь целых 99 пунктов и давайте по порядку получите множество наград за исследование туманной долины что мы будем делать каждую новую биту все герои принадлежащую игру а также все вражеские герои будет начинать с полным запасом здоровья и нулевым запасом энергии это логично туманная долина состоит из 20 этапов новые этапы будут открываться по одному в день мы это уже поняли в течение 20 дней они будут открыты все то есть если вы даже не будете проходить первый второй третий четвертый пятый по порядку все равно вы потом их пройдете все по очереди если допустим вы сейчас на отдыхе четвертая площадка для телепортации на остров драгоценного клада будет доступна после двадцатого этапа то есть если вы его пройдете чтобы попасть на остров нужно победить врагов на этом этапе 5 число слотов для наград доступных в драгоценном кладе будет зависеть от прогресса в компании как я и сказал то есть чем дальше вы пройдете до 31 главы тем больше наград на выбор шестое сила врагов зависит от силы игрока это логично и сила врагов не меняется в ходе события то есть как только сюда зашли даже если видимо будете прокачивать героев ничего не поменяется седьмое если вы не можете пройти какой-либо этап можете запросить помощь у друзей или товарищей по гильдии при этом друзья и члены гильдии могут помочь с прохождением испытаний только на каменном уровне а их там три да то есть каменный потом там какой-то лава лавовые и так далее они не могут помогать серебряным или золотым заданием нормально и восьмое чтобы попросить друзей помощи нужны алмазы если игрок самостоятельно завершает этап прежде чем друг примет запроса помощи то алмазы вернуться игроку отправившему сданный запрос но предыдущий этап давайте разберем смотрите то есть мы можем только простые он ну простые помощи этапы запрашивать да когда просто надо пройти а вот эти вот серебро и золото где надо допустим бить какими-то героями или еще как-то то есть надо рассчитывать только на свои силы это конечно сложно будет тем более не всех героев мы прокачали хотя можно хотя бы одну фиолетовую копию поставить и таким образом закрыть девятое награды туманной долины не сбрасывается их можно получить только один раз а теперь давайте посмотрим что за финальный сундук да если бы я прошел от эту 31 главу то открылся бы последний вот этот замочек я бы выбирал что-то на выбор да тут допустим энергию как вариант здесь мы можем выбрать тысячу кристаллов баночки но общем все эти награды которые перечислены за прохождение глав компании да тут одно из двух или камушки мифты 1 или камушки мифты 2 или по и коины потом следующая награда следующая и тут герой на выбор да если вы закрыли 29 главу возьмете какого-то герой на выбор из простых четырех фракций вот такое вот события то есть будет идти ровно 33 дня на этом все друзья надеюсь данный разбор вам понравился и как только события запустят у нас вы будете в курсе что здесь надо делать на этом все всем спасибо за просмотр и увидимся совсем скоро